И всем привет, ребят! С вами Сторваник и я с вами записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, посвященный игровой тематике. Сегодня мы возвращаемся к одному из самых лучших, стабильных, интересных вооружений. Будем проверять его на прочность сейчас. Посмотрим, всё так же оно нагибает, всё так же оно стабильное, всё так же на нём можно жёстко формить или же что-то поменялось с ним. Сегодня у нас Хоря Жига на обзоре с дроном-защитник. Конечно же, пока что нам не одет бустер, но мы его быстро меняем на защитника. Ну и Хорька берём, наверное, пока что с иммунитетом от Эмми. Жига с зажигательной смесью. В принципе, всё как всегда, всё по дефолту. Сыграем два боёчка. Я думаю, что режимы, которые максимально грамотные и качественно должны показывать нам данное вооружение, это контроль точек и захват флага. Можно было бы, конечно, попробовать в регби, но в регби с хопперами, со всем прочим, я не думаю, что будет актуально. Поэтому давайте лучше попробуем захват флага и контроль точек. Посмотрим. Всё так же стабильно работает наше любимейшее сочетание. Когда-то я на нём играл на постоянной основе, но сейчас в связи с тем, что есть другие какие-то интересные комбинации, я на нём практически не играю. Поэтому будет сейчас интересно посмотреть, как Хоря Жига будет работать, при том, что мы будем как бы играть с новым Хорнетом, который можно очень грамотно реализовать за счёт дополнительных критических уронов. Поэтому давайте. Карта у нас Red Alert отлично подходит для реализации подобного вооружения. Ну и вот, как вы видите, Викинга Твинс с резистом от Жиги 50% сливается вообще на раз-два. При том, что я это сделал в соло, практически там, может там какие-то 150-200 урона залетело тиммейт, и больше никто ничего не накидывал. Очень хорошо, очень хорошо, давайте пробовать реализовывать вот ещё разочек. Ну здесь, конечно, уже с бустером. Давайте попробуем сейчас обкаточку такую дать. Здесь пару киллов ещё затупить дополнительно. А Джиги, как всегда, стабильно резисты в бою имеются. Не сказать, что в очень большом количестве, но два реза есть, две 50-ки рабочие имеются. Поэтому не сказать, что много, но и не сказать, что типа как бы я бью по постоянному по безрезисту, да. То есть иногда моменты могут быть не самые лучшие, не самые приятные. Но сейчас могу сказать то, что резистов всё-таки от Джиги стало намного-намного меньше, нежели с тем временем, когда у нас в каждом бою там было по 3-4 резистов в подобных боях, и это было нормой, это было стабильностью. То есть сейчас очень многие считают, что Джига не нагибает, хотя на ней можно давать куда больше киллов, чем на условном там грани или ещё в чём-нибудь подобном. Но тут всё, конечно, познаётся в сравнении, зависит от режима, зависит от того, как вы грамотно реализовываете своё вооружение. Поэтому пока что пробуем, смотрим. 5 киллов я набил, 110 очков. Главное, конечно же, тоже выигрывать бой. Ну и вообще можно попробовать как-то зацепиться на вражеском, может, даже респе. У меня есть овердрайв, было бы неплохо его где-то реализовать. Наверное, даже я прожму его тут, чтобы сильно долго не затягивать. Ну, как-то меня очень жёстко принимает. Вика Твинс ещё и сомничтожается сам. Ладно, хорошо, не самый лучший овердрайв. Можно было бы как-то сделать его более грамотным. Я не думал, что там иммунитет от пробития будет у противника. Ну ладно. Хорошо, ничего страшного в этом нету. Пока что тянем, да. Было бы ещё интересно посмотреть, как будет работать Вика Жига в боях, где, ну, например, 10 на 10, да. То есть не 6 на 6, а 10 на 10. Там тоже, наверное, есть свои приколюшки. Очень часто мне попадаются сейчас резисты рядом со мной. Поэтому ещё они сомничтожаются. Давай в упор, в упор, в упор, в упор. По себе, по себе. Хорошо, шикарно. Даже без равенства, что там сомничтожается противник. Главное, что у нас точка будет сейчас под контролем. Если мы уж играем на победу, то это будет куда более приоритетней, нежели какой-то дополнительный килл. Да и по киллам пока что довольно-таки стабильно. Для подобного вооружения всё происходит. Кушим. Пытаемся надамажить. Викатвинс уже не хочет бить меня. Я понял. Очень хорошо. Очень хорошо. Точек он не захватывает. Делает вид, что игнорирует. Но на самом деле этот игнор работает, безусловно, не в его пользу. Больше работает в мою пользу. Я-то дэмэдж свой-то накидываю, без разницы по какому-то резисту. Всё дело работает очень эффективно. Так, есть вот такая вот комбинация, как поражатие от титана купола. И вот в такие тайминги очень шикарно работает новый овердрайв хорнета. С критическим уроном, с большим накидом дополнительным. Можно очень быстро уносить противника. И если таких боёв будет больше... Ну, по сути, даже можно в осаде какой-то пробовать реализовывать подобное вооружение. Я думаю, что это тоже должно работать. Так, мама от овердрайв прожмёт, конечно же. Минку ему сунем. И минус не падаем. Хорошо, 22-11 ведём. 14 киллов. Хороший бой, хороший. Ну, если здесь до двадцатки долечу, то вообще шикарно будет. Да, можно вот здесь ещё подобрать ДДшку дроповую. И попробовать ещё дополнительно накинуть по противнику, который... А, здесь уже убили. Хорошо, давайте здесь чуть-чуть надамажим. Шикарно, шикарно. За 5 минут 300 очков, 15 киллов. Очень хорошо. Это значит, что в такой катке мы можем, по сути, 25-очку в лёгкую давать. Если где-то чуть больше повезёт, может даже и дотянуться можно и до тридцатки. Да, то есть тут чуть больше где-то отвезения может зависеть. Но стабильно, стабильно, да, то есть стабильно нагибает Хори Жига. Мне очень нравится. Вот 17 киллов, это отличный показатель для подобного вооружения. При том, что бой с досрочкой. И сказать, что 17 это мало в таком бою, я не могу. Определённо, да, это ЦПшка. Это не самая благоприятная карта. Не самая удобная на подобное вооружение. И 17 киллов. Я считаю, что это очень неплохо. Так. Нас запикивает на бой, в котором осталось 3 минуты до конца. Понятное дело, что здесь уже будет намного тяжелее, потому что овердрайвы уже есть у противника. Они ещё ведут по счёту, соответственно, они скорее всего будут сейчас дефать. Но наша задача попробовать увести флаг, сравнять счёт. И ещё при этом в всём раскладе не пропустить свой. И попробовать дать ещё дополнительных киллов. Поэтому давайте стараться. Не знаю, что у меня из этого получится. Но по киллам точно здесь должно залетать. Пробуем увозить. Оптички у меня нету. И меня респит. Здесь, к слову, резистов отжиги 4. 4. 4 для 10 на 10. Но это примерно то же самое, что 2 на 6 на 6, да. Примерно то же самое. Плюс-минус. Викорель с овердрайв прожимает. Но я бы не сказал, что он его, конечно, реализовывает грамотно. Пробуем увозить. Мины тут какие-то стоят у противника. Я не знаю, кто тут их ставит. Пока что не всё получается. Но 2 минуты. Целых 2 минуты ещё есть. Надо пытаться увозить. Я думаю, что шансы есть определённые. Диктатор пытается сейчас перепушить. Меня шафт какой-то сводит. Диктатор бы овердрайв раздал. Вообще шикарно было бы. Хорошо. Очень неплохо. На уверенном сливал бы я. Сейчас было бы вообще шикарно. Ой-ой-ой. Что-то натыркал там. Натыркал кнопок. Каких-то непонятных. Из-за этого дал противнику доставить. Ну ладно, ничего страшного. Пробуем сразу увозить. Ответочку. Ответочку только не в минус. Блин. Подскочил очень жёстко корпус. Да. Чуть-чуть не залетело. Чуть не залетело. Но тиммейт увозит. Страховочку работаем. Страховочку делаем. Хорошо. Шикарно. Тиммейт мешает. Бомба от противника. Ой, Габелла походу. Да. Очень жёстко. Очень жёстко прилетает от бомбы. Надо было как-то прятаться, наверное, сзади. Но сзади там противник поджимал. Скорее всего, нет, ничего не получилось. Ну ладно. Пробуем ещё. 50 секунд есть. 50 секунд есть. Пробуем страховать тиммейта. Пытаемся увозить ещё один. Отработаем на возвратике, может быть, даже. Если тиммейт на увозе хорошо делает всё. Мы пробуем на возврате. Шикарный овердрайв. Три танка уничтожаем. Тиммейт возвращает. И мы пробуем конвейер давать. Если сейчас конвейер полетит, то будет вообще шикарно. Нет, меня респят. 30 сек. 2-1. 2-1. 2-1. Пробуем. 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 Время, наверное, чуть-чуть маловато, конечно. Для попытки увоза. Ну, пробуем. 10 сек. Мне в теории, наверное, даже уже времени не хватает. 10 секунд. 10 секунд. Если через центр. Не, наверное, сироп не хватило. Но такой бой, как бы, для игрового видеоролика нормальный. Если бы он был полный. Да, то есть, если бы это было бы не 3 минуты до конца, а полноценные 7 минут. Я думаю, что можно было бы хорошо здесь показать это сочетание. Но так с уже имеющимися овердрайвами тяжеловато. Тяжеловато. Ой, запикиваем на жесткую катку. Здесь, я так понимаю, сейчас будут какие-то дикие хопперы. Да, вот они уже летят. Я понял. Здесь, наверное, будет очень тяжко выиграть. Но попробуем. Давайте попробуем. Посмотрим, что против хопперов и против небольшого дисбаланса будет показывать хори-жлига. Да, может быть, по флажкам будет тяжело. Но посмотрим, получится ли, например, выиграть такой бой. Ну, не выиграть, я имею ввиду. Очков набить сколько? Сколько килов дать? Лаги у нас происходят на карте. Пробуем, короче, смотрим, что будет у нас получаться. Практически все те же противники у нас, которые были в предыдущем ноге, имеются в этом. Смотрим. Давайте. Килять, пробовать уничтожать противника. Это уже пробует увозить. Давайте я тоже попробую. А, здесь фриз с шоком, да, наверное? Не, фриз с адреналином. Я удивлен. Очень часто играют именно с шоком. Райние на шоке, и там кто-то на хоппере, например, пытается увозить. Это прям дефолт какой-то. Ну, здесь немножко другая ситуация, поэтому посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Может быть, что-то получится. Но я не уверен. Попперорик. Жестко надамаживает. Шансов на раскрутку вооружения нету, когда аптечки нет. Ну и, понятное дело, что на такой большой карте уже не так все просто становится для хоппи-рожиги. Но почему я говорю о хоппи-рожиге как о стабильном вооружении, да? То есть, даже несмотря на то, что это большая карта, несмотря на то, что большая карта, да, то, что как бы у тебя ближнебойка, и кажется, что ты как бы не сможешь реализовать свое вооружение нормально, достойно, да? Ты все равно полноценно его сможешь реализовать. Полноценно ты это все равно сможешь сделать. Потому что здесь и проявляется универсальность вооружения, да? Вне зависимости от боя, от режима, ты можешь реализовать свою машину. Ну, условно, вооружение, да? И этим мне всегда и нравилось хоре-жига, и поэтому я очень часто именно это вооружение советовал игрокам, когда они спрашивают у меня, что приобрести. Что купить? Сейчас возврат вообще оформил просто на доставочке, грубо говоря. Тупо со штока снял. Шикарно. Была бы еще попытка увоза, было бы вообще великолепно, но там были очень в большом количестве поставлены мины. Поэтому я не знаю, кого там надо респить, по техними не стало. Но кого-то определенно можно было бы уничтожить. Хоре-жига против хоре-жиги, например, да? Тоже такая интересная рубочка получается. Да, резистов не так много, да? То есть, если раньше от хоре-жиги было прям дофига и больше, то сейчас, видите, там даже половины боя нету с резистом. Это очень хорошо для подобного сочетания. Казалось бы, там много, да? Вы бы сказали, что типа, ой, уже все, уже не реализуешь, уже что-то многовато. Не, на самом деле, для хоре-жиги это вполне дефолтно. Даже я бы сказал бы меньше, меньше дефолта, меньше половины того, что могло бы быть здесь. Хорошо, шикарно отрабатываем. Пробуем еще вкидочку. Хотел оформить. Три минуты. До конца у меня 13 килов. На здоровенной карте. На хоре-жиге. Что может быть круче? Ну вот, вот вам вся и уникальность и возможность реализации вооружения на любой карте. Шикарно, шикарно, что я могу сказать, шикарно. Так, надо пробовать респить молодых пассажиров. Так, он должен был овердайз. Он не дает овердайз. Ну, прожми овердайз. Майми. Пожел овердайз тогда, когда я уже отреспал. Отреспался, отраспался. Когда меня уже застопили. Когда меня уже нагнули. Так, ладно. Овер у меня есть до сих пор. Коппер пытается улететь. Похоже, у него получается это сделать, да? Наши тиммейты там ничего не сделают. И начинаем проигрывать катку. Но задача следующая сейчас. Задача сейчас влететь. Попробовать накелять. Ой, сколько там мин. Нет, шо ты, сколько там мин. Просто жестко. Просто жестко. Жестко. Я даже хз. Как там увозить и кого там надо сливать. Чтобы как-то реализовать все это дело. Поппер ждет меня. Хочет меня растянуть. Я не хочу. Падать под дополнительный дэмэдж. Мне было бы неплохо сейчас еще бы попробовать что-то зарубить. Хорошо. Добавки мне, конечно, дали. Две минуты. Минута, да? Минута до конца. Минута до конца. Противников, которые увозят флаги и которые дефают, очков меньше. Это что нам говорит? Это нам говорит о том, что вооружение себя показывает очень хорошо. Очень хорошо. Там еще был тайминг неплохой. Можно было бы в этот тайминг попробовать. Попробовать. Прожать овердайв, когда там титан прожимал купол. Но, к сожалению, моему огромному меня Крусейдер чпокнул. Если бы не чпокнул, возможно бы получилось бы очень неплохо реализоваться в моментике. Хорошо. 25 секунд. Ну, пацаны уже додефывают. Досушивают 1-0. Такой вот неуверенный счет с кризисом. Они решают его подсушить. Ну, то есть, как вы видите, даже на настолько неудобной карте первое место все равно можно забрать на подобном вооружении. Это очень круто. Это очень круто. И по очкам набить столько же, сколько у противника, которые доставляют. Как-то так, друзья. Не самые лучшие бои, не самые удобные, не самые приятные. Но для меня я как бы все увидел, все что хотел. Я увидел то, что это сочетание до сих пор актуально, до сих пор играбельно в матчмейкинге. И до сих пор является тем самым универсальным сочетанием, которое можно пробовать, реализовывать практически во всех боях и во всех режимах в нашей игре. Поэтому, если вы до сих пор сидите и думаете, какое бы мне вооружение прокачивать первым? И что вообще лучше реализовывать в матчмейкинге? То есть вы хотите взять одну пушку, один корпус и как бы с этого начинать. То Хоре Жига это то самое вооружение, которое является максимально универсальным для любого режима, для любой карты. И с этим вооружением на средних картах, на маленьких картах можно творить просто чудеса. Да, ну и как вы видите, даже на больших картах можно так же эффективно и грамотно использовать подобные комбинации. Поэтому как-то так, если вам понравился данный игровой видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.